В образовательной школе номер 142 прошел открытый урок «Зарядка с чемпионом». В гости к пятиклассникам пришла мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон. Она рассказала школьникам о своей спортивной карьере, поделилась планами на будущее и провела небольшую зарядку. Делаем на руке физкультурой. Вогнутрь, в локтях, наружу. Встреча со всемирно известной спортсменкой взволновала мальчишек и девчонок. Ведь пулевой стрельбой Юлия начала заниматься примерно в их возрасте. К нам сегодня приходила чемпионка по стрельбе. Она завоевала очень много медалей и мне даже очень понравилось. А что больше всего тебе понравилось? Понравилось то, что она занималась 12 лет и она так много всего завоевала. Я даже ей немножко завидую. Я думаю, что она натолкнула на идею, что не нужно сидеть, просто ничего не делать, а нужно куда-нибудь хоть куда идти и заниматься. Помимо знакомства с чемпионкой, на открытом уроке ребята также узнали про возрождение традиции сдачи норм ГТО. Им рассказали об истории этого движения, о принятии президентом России и решении его возродить, а также о физкультурных нормативах для 11-12-летних граждан. Когда я сказала детям, что нынешние спортивные школы опираются на те нормы, которые были раньше в ГТО, они были очень удивлены. На самом деле так это и есть. И если честно, я рада, что все-таки в нашей стране это возобновилось, потому что глядя на сегодняшних студентов, на сегодняшнюю молодежь, особенно уже в вузах, помимо физкультурных, наши студенты не готовы физически. Это очень печально на самом деле. Я как спортсмен не скажу, что я супер бегун, супер пловец, но все-таки какие-то основы физического воспитания должны быть, и хорошо, что это все возрождается. В конце открытого урока пятиклассники рассказали Юлии Эйдензон о любимых видах спорта, а кое-кто даже похвастал связкой завоеванных медалей. Несомненно, когда Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО придет в эту школу, ученики встретят сдачу нормативов в полной готовности. Редактор субтитров А.Семкин